Долгосрочное виденье Псалом 36, с 12 по 26 стих Нечестивый зло умышляет против праведника, И скрижещит на него зубами своими. Господь же посмеивается над ним, Ибо видит, что приходит день его. Нечестивые обнажают меч И натягивают лук свой, Чтобы не зложить бедного и нищего, Чтобы пронзить идущих прямым путем. Меч их войдет в их же сердце, И луки их сокрушатся. Малое у праведника Лучше богатство многих нечестивых, Ибо мышцы нечестивых сокрушатся, А праведников подкрепляет Господь. Господь знает дни непорочных, И достояние их прибудет вовек. Не будут они постыжены во время лютой, И во дни голода будут сыты, А нечестивые погибнут, И враги Господни, Как туг агнцев, исчезнут, В дыме исчезнут. Нечестивый берет взаймы и не отдает, А праведник милует и дает, Ибо благословенные им наследуют землю, А проклятые им истребятся. Господом утверждаются стопы такого человека, И он благоволит к пути его, Когда он будет падать, не упадет, Ибо Господь поддерживает его за руку. Я был молод и состарился, И не видал праведника оставленным И потомков его просящими хлеба. Он всякий день милует и взаймы дает, И потомство его в благословении будет. Размышления, часть первая. Вечное наследие. Псалом 36, с 12 по 19 стих. В наших молитвах мы можем быть очень близоруки. Мы можем просить у Бога здоровья, Постоянную работу, Материальную стабильность, И оправдывать эти просьбы тем, Что долгой жизнью, Влияниями, деньгами будем служить Богу И распространению Его Царства. На первый взгляд, В этих молитвах нет ничего плохого, Но в глубине подобного прошения Может быть скрыто желание быть успешными И процветающими в глазах этого мира. Такие молитвы показывают, Что мы забыли о вечном наследии, Которое намного важнее всего остального В этом мире. По словам Давида, Намного лучше быть праведником И иметь малое, Чем обрести богатство и славу, Но ценой своих отношений с Богом. Что в этом мире для вас важнее Бога? Что ваши молитвы говорят о ваших настоящих желаниях? Размышления Часть вторая Утвержденные Господом Псалом 36 С 20 по 26 стих Сколько времени и сил мы тратим, Чтобы получше устроить свою жизнь? Мы упорно работаем, Чтобы сделать карьеру И заработать хорошую, счастливую семью И обеспечить своим детям светлое будущее. Но правда в том, Что на самом деле все это не в нашей власти. Это Бог утверждает стопы тех, Кого любят. Он наш благой Отец. Если земные отцы стараются благословить своих детей, То тем более наш Небесный Отец. Самый надежный путь в этом мире Это путь, Определенный нам Господом. Этот год заканчивается. Попросите, чтобы в следующем 2017 году Бог утвердел ваши стопы. Молитва Отец Небесный Отец Небесный Утверди мои стопы. Я пойду за тобой, Куда не поведешь. Дай мне уши, чтобы слышать твой голос И смелость, чтобы идти за тобой. Поведи меня туда, Где я смогу испытать полноту твоей любви. Во имя Иисуса Христа Я молюсь. Аминь.